Вселенная полна невероятных контрастов. Большая часть космического пространства представляет собой холодную безжизненную пустоту. Сквозь нее неторопливо плывут раскаленные сгустки материи, которые мы называем звездами. Миллиарды лет они дарят свой свет космической бездне, неумолимо медленно меняясь под напором времени. Но порой космос озаряется невиданной вспышкой. Гигантское светило внезапно сжимается в тысячи раз, чтобы мгновение спустя сокрушить все вокруг в яростном взрыве. Ударная волна, мощь которой невозможно представить, разрывает светило на куски, превращая его оболочки в сгустки раскаленного газа. А на месте погибшей звезды остается лишь крошечный объект из сверхплотной материи, обладающий странными и необычными свойствами. Так умирают звезды. Быстро и разрушительно. Конец 2019 года. Астрономические обсерватории сообщают о резком снижении яркости звезды под названием Бетельгейза. Согласно наблюдениям, ее светимость в течение пары месяцев упала до 36% от стандартного показателя. Некоторые ученые предсказывают скорую вспышку сверхновой, которая способна стать самым ярким объектом ночного неба. При этом предполагается, что поток гамма-излучения от взрыва может нести потенциальную угрозу для жизни на нашей планете. Апрель 2020 года. Астрономы уверяют, что Бетельгейза восстановила светимость до стандартных показателей. Она все еще может вспыхнуть в любой момент, но с уверенностью предсказать это событие невозможно. Высказываются предположения о причинах аномального потемнения. Ведущей гипотезы становится идея о гигантском облаке газа и пыли, которое было выброшено Бетельгейзе в сторону Солнца совсем недавно. Июнь 2021-го. Данные с наземных телескопов подтверждают эту догадку. Астрономы продолжают наблюдать за объектом, пока астрофизики моделируют процессы в его недрах. Прежде чем мы попытаемся разобраться в произошедшем, стоит понять, что же представляет из себя Бетельгейза. Этот объект относится к классу красных сверхгигантов. И, согласно современной теории эволюции звезд, находится на завершающей стадии своего жизненного цикла. Ее светимость и радиус постоянно меняются, а внешние оболочки крайне нестабильны. Периодически светило выбрасывает миллионы тонн раскаленного газа в космическое пространство, формируя гигантские протуберанцы. Остывая, они пополняют собой газовую туманность, окружающую Бетельгейзе. Масса звезды составляет около 17 солнечных, а диаметр определён приблизительно и лежит в пределах от 700 до 880 диаметров Солнца. Если мысленно поместить Бетельгейзе в центр Солнечной системы, то она поглотит все планеты до Марса включительно, а также существенную часть пояса астероидов. При этом стоит учитывать, что звезда не имеет чёткого края, ведь её внешние оболочки крайне разрежены. К тому же объект окружает гигантская газовая туманность, состоящая из остывших протуберанцев и частиц звёздного ветра. При этом плотность звёздного вещества на условных границах светила лишь немного превышает плотность самой туманности. Бетельгейзе – очень яркая звезда. Её минимальная светимость в 90 тысяч раз превышает солнечную. А на максимуме своего блеска объект излучает в 150 тысяч раз больше световой энергии, чем Солнце. При этом его температура не очень велика и лежит в пределах от 3400 до 3800 кельвинов, что соответствует красной части спектра. В нестабильных внешних оболочках звезды постоянно происходят труднопрогнозируемые процессы, меняющие светимость объекта крайне сложным образом. Основной период её пульсации составляет примерно 420 дней. Однако можно выделить также менее отчётливые циклы как большей, так и меньшей длительности. Кроме того, время от времени наблюдаются непредсказуемые вспышки и затухание светила. Из-за этой непостоянности рассчитать расстояние до объекта крайне трудно. Согласно измерениям, проведённым спутником Кориалис в 2020 году, расстояние от Солнца до Бетельгейза лежит в пределах от 500 до 650 световых лет. Согласно современным представлениям об эволюции звёзд, Бетельгейза сформировалась около 8,5 миллионов лет назад. Имела начальную массу, не превышающую 20 солнечных. Её жизненный путь начался в гигантском облаке межзвёздного газа, которое постепенно сжимали и разогревали силы гравитации. Так на свет появилась протезвезда, прародительница Бетельгейза. В определённый момент температура и давление внутри неё достигли таких значений, что началась цепная реакция превращения водорода в гелий. Спустя мгновение термоядерное взаимодействие охватило весь космический объект, и на ночном небе засияла новая звезда. Так начинается самый продолжительный период в жизни любого светила – стадия главной последовательности. В это время основным источником энергии для него является слияние ядер атомов водорода с образованием гелия. Причём, чем тяжелее звезда, тем быстрее идёт этот процесс. Продолжительность жизни массивных звёзд, таких как Бетельгейза, составляет считанные миллионы лет, тогда как красные карлики светят в течение миллиардов лет. В любом случае, светило проводит на стадии главной последовательности примерно 90% своей жизни. Постепенно накапливаясь, гелий опускается к центру объекта, где образует гелиевое ядро. Дальнейшая же судьба звезды практически полностью зависит от её массы. Например, светила, масса которых не превышает 20% от Солнечной, не заканчивают свой жизненный путь вспышкой, в отличие от более массивных звёзд. Постепенно переработав практически весь свой водород, они медленно превращаются в голубые карлики – горячие и сравнительно небольшие астрономические объекты. Однако минимальное время, необходимое для такой трансформации, составляет около триллиона лет, что в 72 раза превышает предполагаемый возраст Вселенной. Поэтому шансов обнаружить голубой карлик в настоящее время практически нет. После исчерпания запасов водорода термоядерные реакции в нём остановятся, и объект станет белым карликом на 99% состоящим из гелия. Его ждут триллионы лет медленного угасания и остывания, пока на месте звезды не останется чуть тёплый и практически невидимый в телескопы чёрный карлик. В том случае, если масса объекта лежит в пределах от 0,2 до 8 солнечных, его развитие происходит по гораздо более сложному пути. Образующийся в ходе термоядерного горения гелий пополняет ядро светила, а силы гравитации всё сильнее сжимают и разогревают его. В определённый момент начинается реакция слияния ядер гелия с образованием углерода. Звезда начинает расширяться, её радиус растёт, а температура внешних слоёв снижается. В этом случае объект превращается в красный гигант или субгигант. Относительно лёгкие светилы, масса которых не превышает 50% от солнечной, не способны поддерживать внутри себя условия, необходимые для цепной гелиево-углеродной реакции. В них подобные трансформации происходят лишь время от времени. В более же тяжёлых объектах реакции в звёздном ядре могут продолжаться дальше, образуя углерод, кислород и более тяжёлые элементы вплоть до никеля и железа. В конечном итоге светило сбрасывает внешние оболочки, оставляя после себя белый карлик, окружённый планетарной туманностью. Если масса изначальной звезды не превышала половину солнечной, то он в основном будет состоять из гелия с небольшой примесью более тяжёлых элементов. В противном случае большую часть белого карлика будет составлять кислород и углерод. А при достаточно тяжёлой звезде-прародительнице в его составе можно будет также обнаружить неон, магний и даже железо. Эволюция массивных объектов имеет свои особенности, ведь чем тяжелее звезда, тем более массивно её ядро. Если масса светила превышает солнечную 8 и более раз, то его ядро может преодолеть так называемый предел Чендрасикара, равный примерно 1,4 массы Солнца. В этом случае сил внутреннего электромагнитного отталкивания становится недостаточно, чтобы компенсировать гравитационное сжатие. В течение нескольких секунд ядро быстро уменьшается в размерах, увлекая за собой внешние оболочки. Сильнейшее взрывообразное сжатие разогревает внутреннее ядро до температуры в сотни миллионов кельвин и буквально вдавливает электроны в ядра атомов, превращая часть из них в нейтроны и порождая на свет множество нейтрино. Даже столь плотное вещество не способно удержать самую неуловимую частицу во Вселенной. В течение нескольких секунд нейтрино покидают коллапсирующую звезду, унося с собой тепловую энергию. В результате светило начинает испытывать сильнейшее внутреннее давление, ведь плотно прижатые протоны начинают отталкиваться друг от друга с огромной силой. Поэтому ядро начинает расширяться так же быстро, как и сжималось несколько секунд назад, создавая мощнейшую ударную волну в окружающем его веществе. В итоге происходит взрыв невероятной силы, способной разметать внешние оболочки звезды на огромное расстояние. В его пламени становятся возможны такие реакции, которые нельзя воссоздать больше нигде. Так появляются на свет тяжелые элементы, например, золото, свинец или уран. Образовавшаяся туманность постепенно остывает и распадается на отдельные облака, которые вновь сжимаются силами притяжения и превращаются в новые звезды и планеты. На месте же погибшего светила остается крошечный, но очень тяжелый объект, который считается нейтронной звездой. Если же масса изначальной звезды превышала 18-20 солнечных, то ее ядро после взрыва сожмется в черную дыру. Загадочный объект, искажающий само пространство и время вокруг себя. Математическое моделирование показывает, что особо крупные светила, масса которых превышает 100 солнечных, гипотетически могут быть полностью уничтожены взрывом. В этом случае все их вещество будет разнесено ударной волной на многие световые года вокруг, либо превратится в мощнейшее электромагнитное излучение. Электромагнитный импульс, сопровождающий взрыв сверхновой, способен преодолеть сотни световых лет. Сперва излучение характеризуется невероятной мощностью и способно уничтожить все живое на своем пути. Но с ростом расстояние плотность потока падает, и смертоносные лучи постепенно рассеиваются в космическом пространстве. Расчеты показывают, что звезда, подобная Бетельгейзе, способна представлять угрозу в радиусе до 100 световых лет. Невозможно заранее предсказать, когда это светило вспыхнет сверхновой. Однако, вероятнее всего, это произойдет в ближайшие 100 тысяч лет. Согласно расчетам, вспышка Бетельгейзе может стать такой же яркой, как и полная Луна. Некоторое время умирающая звезда будет доминирующим объектом ночного неба Земли, а затем постепенно угаснет. Объект больше нельзя будет наблюдать невооруженным глазом. Лишь самые мощные телескопы способны будут уловить излучение крошечной нейтронной звезды. Если масса Бетельгейзе на самом деле больше, чем принято считать, то после ее взрыва может образоваться черная дыра. В этом случае всплеск энергии будет намного меньше, а зрелище гораздо менее грандиозного. В любом случае, Земле ничего не угрожает. Бетельгейзе находится слишком далеко от Солнечной системы, и гамма-всплеск, сопровождающий вспышку сверхновой, не сможет нам навредить. Вещество, выброшенное взрывом, достигнет окрестности нашей системы только через 6 миллионов лет. Его скорость, согласно расчетам, составит около 13 километров в секунду и будет легко погашена солнечным ветром, не добравшись до внутренней части системы. Несмотря на все успехи науки, черная бездна бескрайнего космоса все так же скрывает в себе множество загадок и опасностей. Поэтому люди, как и тысячи лет назад, продолжают пытливо изучать звездное небо в поисках ответов на свои вопросы. Бесконечная темная пропасть межзвездного пространства остается для нас пугающей и притягательной одновременно. Кто знает, может быть, однажды она поможет нам понять что-то важное? Продолжение следует... Продолжение следует...